Красота требует жертв. Избитая фраза, за которой стоят реальные человеческие драмы и миллионы жизни на протяжении столетий. Как увеличивали грудь сто лет назад и чем делали инъекции от морщин. Какое сумасшедшее средство использовали, чтобы похудеть в начале 20 века. Зачем римляне полоскали рот старой мочой. И как в 19 веке наращивали ресницы. Вы будете в ужасе. ТОП-7 бьюти-процедур прошлого, от которых даже у мужчин волосы встанут дыбом. Итак, на седьмом месте увеличение груди, губ и борьба с морщинами в 19 веке. Вы не поверите, но первые инъекции против старения стали делать еще в 19 веке. Сначала врачи-экспериментаторы пытались исправлять дефекты внешности с помощью собственного жира пациентов. Увы, он быстро рассасывался. И тогда они обратились к парафину. Его кололи в область морщин, чтобы разгладить их. Использовали инъекции парафина и для того, чтобы увеличить объем груди и даже губ. Вот только последствия были трагичными. Парафин застывал под кожей груди или губ плотной тяжелой массой. Образовывались твердые болезненные комки. К тому же он провоцировал даже слепоту. Но красавицы и врачи на этом не успокоились. Новым чудом средства стало вазелиновое масло. Побочный эффект модных процедур проявился лишь спустя 5 лет. Организм отторгал препарат, а в местах инъекций появлялись незаживающие раны. Помимо этого, для увеличения груди широко рекламировался и специальный аппарат, очень похожий на Вантус. Друзья, хочу порекомендовать вам своего дизайнера Андрея. Все обложки на моем канале сделаны им. Также сейчас на своих экранах вы можете видеть другие его чудесные работы. Если вам нужны стильные превью или видеомонтаж для вашего канала, обращайтесь к Андрею. Он с радостью вам поможет. Контакт Андрея в описании. На шестом месте жертвы, принесенные человечеством ради белозубой улыбки. И здесь соберитесь с силами. В древнем Египте для сохранения зубов и предотвращения зубной боли применяли пасту из перетертых мышей. Сепсис и летальный исход врачи объясняли запущенным состоянием больного и уж никак не опасными инфекциями, которые переносили грызуны. А вот древние римляне, чтобы добиться белозубой блестящей улыбки, пошли еще дальше. Они полоскали рот мочой. Причем речь не об обычной моче, а о выдержанной долгое время в емкостях. Такой отбеливатель был популярным, и человеческой мочи порой на всех не хватало. Поэтому в качестве замены использовалась моча животных. В общем, средство, конечно, было эффективным. Ведь из мочи образовывался аммиак, который отбеливал. Вот только нужны они, такие жертвы. Хорошо, ну а как же битва за стройную талию? В 19 веке дамы похудеть мечтали тоже, а вот абонементов в спортзал и тогда не было. Бедняжкам приходилось еще хуже, чем нам. Вы видели, какие талии тогда были в моде? Эталоном тех лет считалась 16-дюймовая талия, это около 40 сантиметров. Так вот, чтобы есть и худеть, женщины пили новое чудо-средство – таблетки. Вот только в таблетках были яйца солитера, и педалаги подселяли в свой организм огромного ленточного червя. Паразит рос внутри хозяйки, поглощая часть съеденной пищи. Чем больше они ели, тем больше вырастали черви до 6-10 метров длиной. Солитер может путешествовать по организму, поедая печень, почки и даже головной мозг. Ох и скандал был, когда выяснилось содержание чуда таблеток. Впрочем, на этом желающее похудеть человечество не остановилось. В 40-х годах, пока Советский Союз боролся с фашизмом, в Америке стали популярны вот такие машины для похудения, которые представляли из себя специальное кресло, которое массажировало ноги пациента с помощью металлических роликов. От этого якобы человек охудел. На четвертом месте и яды, которые добровольно принимали люди. Долгие столетия самым популярным средством для лица был вовсе не крем или тоник, а свинец с уксусом, из которых делали белило, чтобы получить ту самую романтическую бледность, которая была тогда на пике популярности. Свинец вызывал агрессивность, головные боли, рвоту, судороги, ну и в конце концов смерть. Когда смертельно опасный свинец вышел из моды, в 19 веке появилось новое чудо-средство – мышьяк. И ведь помогало, мышьяк действительно делал кожу бледной, вот только побочный эффект – смерть. В то время широко рекламировался продукт под названием «Безвредные пластины с мышьяком для улучшения цвета лица доктора Маккензи». Лосьонами с мышьяком протирали лицо, мышьяк употребляли и вовнутрь, пили, как считалось, для улучшения крови. Конечно, принимать мышьяк нужно было понемногу, постепенно увеличивая порцию. Количество яда в организме накапливалось и со временем могло привести к летальному исходу. На третьем месте – радиоактивная косметика. Да-да, не мы первые пытаемся бороться с морщинами, инновационными средствами. Пытались и до нас. В 1930-х человечество нашло новое суперсредство от морщин – радиоактивную косметику. Об ее смертельной опасности тогда еще не догадывались. Человечество сходило с ума от радиации, считая ее универсальным средством от всего. Хлористый торий и бромистый радио должны были снабжать клетки жизненной силой, усиливать циркуляцию крови и улучшать состояние кожи, предотвращая процесс старения, разглаживать морщины, придавать свежий и цветущий вид. Представляете? Вот только модницы вместо этого быстро старели и умирали от неизлечимых болезней. На втором месте самых жутких бьюти-процедур прошлого – наращивание ресниц в XIX веке. Да-да, и здесь мы не первые. Вот как в газете 1899 года рекламируют такую процедуру. Через обычную тонкую иглу нужно продеть длинный волос, как правило, взятый с головы. Затем нижнюю границу века тщательно очищают. Затем оператор несколькими умелыми прикосновениями проводит иглой по крайним краям века между эпидермисом и нижней границей хряща-козелка. Жутко звучит. Ну а на первом месте сумасшедшие аппараты красоты, изобретенные в начале XX века на Западе, от которых станет плохо даже мужчинам. Нет, это не пытки. Вот так боролись с веснушками. Машина замораживала их при помощи углекислого газа. Глаза и ноздри пациентки закрывались герметичными пробками. А дышать во время процедуры нужно было через специальную трубку. А вот это и вовсе называлось калибратор красоты. Изобрел его отец декоративной косметики, обладатель Оскара, легендарный Макс Фактор, до Голливуда, кстати, живший в России под именем Максимилиан Факторович. Калибратор красоты надевали на голову, чтобы измерить параметры лица и то, как они соотносятся со стандартами. После этого можно было с помощью макияжа ликвидировать изъяны. В 1940-м была разработана и электрическая маска, которая грела кожу лица, чтобы стимулировать кровообращение и заставлять кожу выглядеть свежее. Вот только дети начинали смертельно бояться своих матерей. А вот этот странный герметичный агрегат одевался на голову пациенткам для того, чтобы добиться розового цвета лица за счет снижения атмосферного давления вокруг головы. А вот это и вовсе испытание аппарата для увеличения роста. Он был изобретен в 1931-м в США. По словам изобретателя, такая машина могла увеличить рост человека на 5-15 сантиметров. А вот так в 20-х, всего 100 лет назад, выглядела обычная завивка волос. Правда, жутковато. Ну а если вам кажется, что все вышеуслышанное перебор, и уж в 21-м веке мы-то на это бы точно не пошли, задумайтесь. Сегодня женщины ради красоты высасывают жир из бедер, втыкают иглы в лицо и вводят смертельные токсины, чтобы избавиться от морщин. Кто знает, что напишут о наших чудачествах в 23-м веке? Если вы тоже думаете, что история эта интересна, подписывайтесь. Не забудьте нажать на звоночек уведомлений. Я буду рада видеть вас в нашей группе ВКонтакте.